Вас невозможно долго иметь. Вас будут иметь, но либо в это надо вкладывать постоянно деньги, вкладывать, 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 либо это когда-то кончится. А кончится чем? Ну вот чем кончилась, допустим, революция в России? Потери контроля над лицами, осуществившими революцию. Вот революция, это нас с вами отымели. Заплатили денег тросским, вот этим вот всем уродам, которые взяли, сломали нашу страну. Иван Иванович Иванов же не сочинял вот эти вот труды о том, как надо делать коммунистическое движение и так далее. Ну там, да. Это было написано извне, внесено извне. Активистам этой бредятины платили деньги извне. Вот платили деньги для того, чтобы товарищи планомерно в России этот дебош учиняли. Пока не загорится быдло. Вот скажем, ты раскачиваешь страну, пока не загорится быдло. И быдло загорелось. А дальше, поливая огнем быдло, быдло будет гореть и загорится все. Вот они сделали это, потом руководители перестали подчиняться внешним источникам и образовали свою собственную власть, которая там лютовала первые годы. Ну они взяли хороших менеджеров, но получилась самостоятельность. Так вот сейчас Украина разожженная из дне, вот в вас деньги вливают, 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 выхватили вашу власть, вы не, ну страна вам не подчиняется, вы сами себе не подчиняетесь, вы не контролируете свою страну. У вас, ну назначенцы внешние на ключевых должностях, они при нулевом рейтинге сидят в креслах. Они контролируют выборную систему, то есть вы никогда не узнаете, действительно ли вы голосовали, действительно ли такие результаты. Они технологично перекрывают областя, где формируется хоть какое-то мнение самостоятельное. Да у вас на местах уже как бы народ это понимает, политики, ну по Одессе, по той же. Голоса, они просто рассказывают, что происходит в стране. Просто их большие СМИ не запускают. Таким образом у вас примерно получилась ситуация, когда запрограммированные или зависимые дядьки сидят на должностях, СМИ льют только воду на одну мельницу, и это поносится так, что как будто надо, что как бы народ не вскипает. Альтернативную точку зрения или просто по-честному поговорить в эфире у вас уже нельзя? Люди с противоположными мнениями не могут уже встретиться в одной студии и говорить? Все. Ну это вот кончится когда-то, потому что, потому что, потому, потому, потому. Ну хорошо, а вот ситуация в других странах как обстоит? Ну вот допустим, вот уровень демократии в России нельзя повышать выше определенной планки. Если мы создадим взрослый уровень демократии в России, то мы рискуем страной сразу же, просто. У нас легко воспламеняемое население, и мы демографически надсаженные. Это вот, ну вот когда, допустим, вот растения, да, вы проводите селекцию какую-то, вы получим качество. А вот представьте, что по России селекцию проводили в обратном направлении. Самое лучшее уничтожали. И у нас остался народ, который имеет во многом надсаженную генетику. Ну вот представьте, если вот из контрольного среза вы самых трудолюбивых уничтожили. Значит, останутся расслабленные, которые, ну, не сильно любят трудиться. Вот мы кулаков всех вырезали. А кулак кто? Это честный крестьянин, который утром вставал и пахал. А вот остальных мы как бы оставили жить, а, видите, их уничтожили. На Украине то же самое. Причем, как бы, вообще фундаментально, фундаментально Украина – это самая лучшая, самая боевая часть русского народа. Вас сейчас зомбирует, что мы не один народ. Вот, и вы будете в это верить, ну, верьте. Но, по идее, вы самая лучшая часть русского народа. Это передовые отряды, которые осели в Киеве с властью, с киевской. Власть была в Киеве, и самые боевые. Вот вы, обратите внимание, что вы более вспыльчивые, чем средние по России. А эта принадлежность как раз боевая. Земля принадлежит воинам. Вот, везде. На земле хозяин, хозяинщик воин. Тот, кто в предыдущих нескольких поколениях убил всех остальных. И остался жить. Вот, выход на Руси, он как раз заключается на Украине. Вот это вот все, котел племен разных, которые путешествовали, вот вся скифская археология и так далее. Мы прямые наследники скифов. Мы прямые наследники скифов. Это вот один народ. И вот самые боевые отряды, это как раз вот Украина. Выдержали эту землю. Потом вас так же надсадили генетически. Через Гордоморы и так далее. То есть, в сельской местности все равно население трудолюбивее, чем в городах. Это объясняется тем, что нетрудолюбивая часть народа, она все равно прибивается к городу. Она покидает село, прибивается к городу и там находит свое пристанище. А вот сейчас такой, ну, что люди едут в городах, как называется, не помню. Что это собой, какие перспективы вообще, что тут может, какие возможны опасности этого, что люди вот едут в город, города все более растут, а вот села выиграют? Ну, тут много всяких минусов, причем разноплановых вообще. Мы в конечном итоге повышаем биологическую неустойчивость свою. Ну, раньше как было? Народ расплодился, 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 собрался в городах, потом началась чума образно, да, и народ повымирал. Потом мы научились отмахиваться от этих проблем прививками. Но население земли уже все равно доходит до такого уровня, что когда-нибудь, если случится какая-нибудь пандемия, опасность заражения, и медицина на том уровне не сможет этому противодействовать, то мы будем полыхать всей землей, как от спички, порох. Потому что наше насыщение на территориях уже превысило все допустимые нормы. И коммуникации, вот те же самолётики, мы не сможем, ну, допустим, инкубационный период двое суток, а за двое суток мы перекрываем всю землю. Разносчик инфекции перекрывает всю землю за двое суток. Просто. То есть, если образуется болезнь с непривычными для нас характеристиками, с летальными возможностями, да, то мы очень можем быстро все сгореть. В таких случаях выживали как раз отдалённые сельские районы. Докуда ещё не скоро доберётся там инфекция? Зараза. Вот. А сейчас перекрывается это всё. Это один минус. Второй минус – это то, что мы становимся сетевыми заложниками. Заложниками от общества. Ну, скажем, вот когда вот голод был на Украине, да, это была зависимость от общества. Если, как сказать, если ты самостоятельно живёшь, да, и зависишь от результата своего труда, и к тебе никто не вмешивается извне, то ты постоянно поддерживаешь механизм выживаемости личной, которая не зависит от окружения. А сейчас, ну вот как может, допустим, среднестатистический житель выжить, если в город перестанут поставлять продукты? Ну, вот он работал, допустим, на телевидении, редактором. Вот он ничего не умеет, кроме как видео монтажировать, да? Она работала в библиотеке. Живут они в городе. Если перестанут в этот город подвозить продукты, что произойдёт? Что произойдёт? Через три дня будет одно, через неделю второе, да? И всё предсказуемо. Ну, понятно, понятно, но всё же, вот, как бы, вот города, они же способствуют, там накапливаются капиталы, экономика работает. Да, 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 да. Ну, как бы, мы сейчас живём в расслабоне, расслабон называется «Войны не будет». Я скажу, что да, мы там в цивилизованном мире, и так далее, и так прочее, а войны на нашей земле были, не скончались за всё время развития человеческой цивилизации. Дислокация войн менялась, но вот само по себе войны не прекращались никогда. И вот этот вот период временного затишья, он, на самом деле, обман. С войнами не закончилось. Войны как были, так они и будут дальше продолжаться. И мы как бы на пороге этого всего. Ну, вот, как бы, войны, да, продолжаются, но технологии же растут, да, и... Да. Угроза, ну... Ну, вот этих... Больше людей может... Не ядерные войны тоже могут быть. Вот, допустим, вот химическое оружие было, его же не применяли во Второй мировой войне. Ну, да. То же самое война была. Взрослая война. То же самое с ядерным оружием может отработаться. Оружие есть, но его не применяют, потому что есть угроза встречная. То есть, хоть и выросли технологии, мы вернулись обратно на нормальный боевой формат, который может продолжаться. Ну, вот, сейчас, образно, начните войну с Россией с вероятностью 99,9, Путин не применит ядерное оружие. А если будет вместо Путина Шойгу, то этого уже сказать нельзя. Шойгу применит ядерное оружие легко. Это зависит от личности, которая сидит на ключевом... на ключевой должности. Ну, понятно, понятно. Так. Ну, я вот хотел бы еще с вами поговорить насчет антиграва. Ну, вот как он повлияет на эволюцию транспортных средств? В смысле, там, вот сейчас есть там автомобильный, железнодорожный, воздушный, морской, да? Угу. С развитием антиграва как вот эти отрасли, все сферы изменятся и, возможно, исчезнут? Ну, нормальная позиция для замещения. Замещение? Да, замещение дорожных технологий. Ну, вот, скажем, постепенное вытеснение дорожных технологий. А зачем машина, если вы ей не пользуетесь? А вы считаете, что как бы вытеснить все-таки автомобили от этих технологий? Ну, я думаю, однозначно. Ну, вот образно. Будет лишено смысла ютиться в городах. Вот просто у вас есть технологическое устройство, которое позволяет таскать за собой дом. ну, вот вы, собственно, взяли вместе с домом, перелетели в любой регион, вот вообще в любой. Здесь стало холодно, улетели тепло. Нормально, нормально, честно говоря. Энергия у вас есть. Все остальное в доме есть. Ну, это такой вот формат, что дом может перемещаться. А если вот просто человек живет себе, где-то в обычном доме и перемещение небольшие там расстояния, 5 километров, может, меньше там, все равно вытеснит автомат. Конечно. Ну, вот в вашем доме есть маленькая каталка ваша личная. Вы можете с домом летать, а можете вокруг дома на каталке. Но дороги вам для этого не нужны. Ну, то есть, вот, а железнодорожный транспорт тоже, он пропадет, я так понимаю, да? Ну, оно лишается смысла. Ну, вот вы можете перетащить гору, допустим, со всеми полезными ископаемыми, куда вам надо. Зачем вам ее засовывать в вагоны? О том, высовывать из вагонов. То есть, все эти виды, они просто не будет смысла, да? Ну, так же, как проводной телефон, он же лишился смысла? Ну, просто я думаю, ну, вот, вот, это же движение будет без перегрузок, да? антиграб, да? Да. Ну, а вот автомобиль, он же, ну, люди там, ускоряются, перегрузки, все, какое-то удовольствие получают. Все равно, возможно, не уже в промышленном масштабе машины будут использоваться, а так, ну, как? Трубку старого телефона, когда вы подносите к уху, там же провод растягивает, это удовольствие получаете. Это пар раз вы получите удовольствие, потом оно вам не надо будет. Ага, я понял, я понял. А вот насчет электросети, вот, как вы считаете, эффективна она сейчас, как передается электроэнергия? Ну, вообще, сеть, скажем, этапы развития, примерно, будут такие. сначала выгодно ввести портативные энергостанции, которые заменят сжигание топлива. Но их надо будет подключать к сетям, потому что сети у нас разносят эту энергию до потребителя. Поэтому сети будут представлять интерес экономический. сети останутся ценным ресурсом. Ну, а потом? Генерирующие мощности и сжигающие отомрут. А дальше, ну, нет, как бы, рациональности на первых этапах давать это все населению. Сначала все равно энергетика и военка отработаются. По жесткой конкуренции, вот у нас на планете как бы планируется жесткая конкуренция вплоть до этнических войн. У нас получается дисбаланс, у нас дисбаланс по Соединенным Штатам этнический возник. Вот как раз вот эти позиции, что группы населения создают свои местные диаспорки маленькие такие, анклавчики, квартальчики этнические. И повышается конкурентная борьба между черными и латиносами, между черными и белыми на Америке. И поскольку это карта изменения по квартальному, она такая в сторону как раз цветных групп, это происходит с угнетения в плане белого населения, и скоро Америка на этом факторе может начать задыхаться. это как раз перспектива ближайших там сорока лет образно. Чтобы как-то эту проблему уравновешивать, ее можно как уравновесить? Вот у вас сильная держава, да? И вот такая проблема. Вы же не можете начать у себя геноцид, да, в государстве? Ну, хотя вы можете, но как бы не очень можете, да, и вы его не начнете. Вам проще создать такие проблемы у конкурентов в той же Европе, да? Ну, да. Вот вы взяли, намешали в Европу, чтобы свои шансы выровнять в одническом плане. вы в Европу напускаете народ других национальностей, южных. Если взять деревню, разделить на две части, пусть одна часть занимается тем, чем привыкла, да, скажем, репу выращивать, вторая половина деревни вот с утра начнет драться с кузнецом. Ну, тупо полдеревни собралось, с утра пришло к кузнецу и начало с ним драться. Ну, а вот этим объясняется, как бы, ну, что южные страны, они в экономическом плане не такие развитые, да? Вот они пол, первый день дерутся с кузнецом, второй день дерутся с кузнецом, весенние местницы посевную отодрались с кузнецом, лето отодрались, осень отодрались и где-то с первым снегом кузнеца забили. Они сплотились нормально, да? А зима надо что-то жать, они говорят остальной половине деревни. Мы за вас дрались с кузнецом, поэтому урожаем давай делиться, в результате кузнец не мог все лето работать, обеспечивать железяками, да, работоспособную часть населения. Работоспособная часть населения угнетена. У власти граждане, которые привыкли биться с кузнецом. это особенность южного менталитета. На севере выживает тот, кто стоит кверху попой, борется с природой, выращивает что-то либо животного плана, либо сельскохозяйственного. На юге потом задает тот, кто успешно конкурирует, тот, кто отбирает у соседей что-то, тот, кто воюет. Вот он территорию отработал, завоевал, он ее черпает. Принципы конкуренции немножко разные. В результате получается народ немножко разный. Если на севере в результате селекции вам некогда было между собой воевать, то на юге вы более воинственные, более агрессивные. И вот этот вот поток, в частности, который проходит на Европу, получается, что он какое-то время воевал в каких-то группировках, а сейчас он пошел в мирную жизнь возвращаться. Он считает себя мирным жителем. Вот реально. Я пришел к миру, я не хочу жить в этом бардаке, а сам в свое время потратил годы на войну. В других подразделениях, в других конфликтах. плюс идеология. Но это все же может разная идеология лечь, и разные результаты мы получим. Плюс отсутствует понимание, нам вот нельзя говорить на национальные темы, это табу. Ну вот, скажем, политик не может говорить на национальные темы. В принципе, большинство народа на земле не может открыто говорить на национальные темы. Мы сами себе закрыли эту тему для разговора, следовательно, мы не понимаем механизм, что происходит. Следовательно, мы создаем почву для конфликта, что когда-нибудь оно спучится и рванет. Это вот как вы не говорите про Чирии, запретили, и вот у вас Чирии может вырасти, может не вырасти. Но если вы про него и вам нельзя говорить, он у вас будет нарастать, нарастать, пока не рванет. А так вы вовремя можете просто к хирургу обратиться, к специалисту. А так у вас нет специалиста, вам нельзя про это говорить. Вот примерно такая ситуация. Ну понятно, понятно с этим. А вот я говорил насчет электросети. Вот там может быть читали статью насчет однопроводного электричества. Там Абраменко вроде как-то там так типа где давали электрический ток на по одному проводу и там эффективно очень было. Как вы считаете это вообще перспектива какая-то есть в этом или нет технологии. Ну это же не генерация. Ну да, да, я понимаю. Ну просто там вот читал этот «Потанки», они говорят, что дешевле там. Ну это все такие вещи, которые поперчить или черным перцем или красным. Не о чем мои вопросы? Я понял. Я понял. Так. Вот была такая башня Теслы. Она как бы это что вы думаете об этом? Я даже не знаю была она или не была. Ага. Ну как бы вроде бы была. холодный ядерный синтез там такой тоже в 89 году американцы вроде бы с палладиевым электродом там что-то начали получали больше тепла, затрачивали в результате этого. Возможно как бы вообще? Движение сейчас просто по термояду у нас Велихов занимается академик термоядом в России холодным это тупиковая ветвь вот те технологические направления которые они отрабатывают это тупики они этим занимаются чтобы объяснить почему это тупики ну это надо полноценный материал давать чтобы это не выглядело как голословное охаивание надо все подробно рассказывать мы руки до этой темы не дошли я понял а вот насчет человеческих возможностей теребать это кинез возможно их развитие возможно однозначно а каким способом у нас как я понял отбор был в обратную сторону как раз естественный подальше от всяких телепатий телекинезов ну и вот была отбор и что что а какие перспективы вообще ну вот просто представьте себе носителя телепатии в реальной жизни ну ему же трудно с этим жить правильно я не знаю ну просто чисто технически вот вот вам надо допустим бежать между деревьев за зайцем вам надо ну какие-то действия ногами шевеления да там руками держать там допустим копье головой там соображать выбирать себе нормальный маршрут каждый раз мониторить ситуацию да и представьте что параллельно с этим навешиваем вам в мозг картинок из чужой жизни людей с которыми вы контактировали находящихся на расстоянии каком-то от вас и они вот вы по лесу мчитесь за зайцем у вас эти вот картинки в голове ну естественно вы где-то ориентацию потеряете да глазиком на гвоздик наскучите в смысле на веточку на сучок усложните себе жизнь то есть в плане естественного отбора вот эти дополнительные картинки они вредны но в критических случаях когда речь идет уже о неминуемой опасности эта функция может спасать жизнь когда вот ваше потомство находясь на удалении например да или родственники чувствуют опасность вы и все члены вашей семьи эту опасность тоже почувствовали и примчались на подмогу да то есть вы повысили групповые шансы на выживание и вот родовак которые чувствуют интуитивно да проблемы те как бы больше шансов на выживание и в результате вот этой многовековой селекции как раз люди вот с этими возможностями как бы и выживали поэтому оно присутствует у человека в той или иной форме но оно затухает вот в массивном общении утрачивается в интенсивном жизни утрачивается когда вот вы допустим вот так с утра в школу убежали там 148 человек ни минуты с спокойного времени вы этого не почувствуете и не услышите вам нужно свободное время чтобы вы свободные мозги чтобы вы это начали ощущать как-то реагировать на это это вот в сельской местности легче пока ты там допокос одобрел пока ты там вилами машешь у тебя голова как бы свободна ты можешь услышать какие-то сигналы где-то ну хорошо а как если такая возможность есть то как как ее развить но есть люди которые это хорошо чувствуют у которого это все развито на бытовом уровне они не передают картинки но конкретно критические ситуации здорово хорошо слышат тревогу слышат вспоминают за телефон хватаются раньше чем позвонят одновременно друг друга набирают это обычная практика ну имеется ввиду чтобы человек как разговаривал полноценно ну это 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 в принципе можно технически нарастить возможности но мы сосуд заполненный на сто процентов поэтому чтобы что-то одно раздвинуть нам надо что-то другое угнетать ну это вот скажем если посмотрите вот просто чтобы понять о чем речь если посмотрите просто на скелеты каких-нибудь там ископаемых животных оленей например да у них были толстые кости очень на ногах ну такие массивные для того чтобы как-то измениться ну допустим как же это выразить попроще вот когда толстая кость стала меньше в организме да то высвободилось какое-то количество процентов для усиления другой функции скажем если у современного оленя начать усиливать кости у него начнет страдать что-то другое с этим сталкиваются ну культуристы когда он начинает мышцы накачивать у него другое что-то ущемляется сосуд заполнен на сто процентов невозможно раскачать что-то без ущерба для чего-то другого ну вот есть как бы данные я не знаю насколько они корректны что ростки разделенные какими-то там пластинками непрозрачными вели себя как будто полевое воздействие друг от друга ощущали я не знаю я не могу это комментировать я сам это не изучал не проверял я не могу в этом как бы массиве оперировать разделять информацию на подтвержденную не в подтвержденную это все просто проверяй я понял а вот как вы относитесь сейчас есть такие люди либертарианцы хотят легализировать оружие проституции наркотики как вы думаете как это будет влиять на общество вообще вот это вот нормальное ваше уничтожение вот как сократить вашу численность накидать вам вот таких идей вот если вам кинуть коммунизм вы начнете друг друга убивать поубиваете выбите всех кулаков образно да если вам кинуть либертарианство вот такое у вас пойдет разрад вы увеличите количество абортов на душу населения количество бесплодных людей и так далее если вам накидать ценностей вещизма и вот таких тезисов что нефиг рожать нищету это же программирование все бабок у которой на устах есть эта фраза нефиг рожать нищету она родит вам только одного ребенка второго не родит то есть это вот как информация заставить вас загнуться зачахнуть как растение чахнет так вот целый народ можно заставить чахнуть ну вот просто насчет например оружия есть определенная аргументация в за и против и есть пример государство в которых есть такое и нет и которые хотят вести это и как бы вот дужают это же не то что там прям вот это вот многофакторная задача здесь рецепт он как вам сказать то вот надо ли казачеству иметь оружие однозначно да надо ли казачеству иметь отдельную юрисдикцию однозначно да отдельную подсудность однозначно да но надо ли современной дичи из поселка такого-то не имеющего никаких нравственных ориентиров иметь оружие однозначно нет потому что они будут долбать себя долбать прохожих и долбать нормальных людей если мы дадим им оружие это проведет к деградации а вот с проституцией как с проституцией ну так просто вот там опять же разные мнения аргументации и вот потому что там самая древняя профессия она по-любому будет и там седева проституция это общество с проституцией общество без проституции это два разных общества одно из них имеет больше шансов на выживание совокупное второе меньше с проститутками мы быстрее умираем чем без проституток но это не заключается в одних проститутках это заключается все в комплексе плюс остальные ценности либо их отсутствие проституция из-за бедности нет проституция не из-за бедности что? не из-за бедности ну а из-за чего? из-за блядства ну проституция это блядство только с деньгами просто ну проститутки это же те люди в которых экономить достаток проблемы в жизни причем есть проблемы в жизни и проституция это разные вещи никак не связан ну мне кажется адекватный человек вот давайте вот вам надо есть и у вас два выбора либо пойти картошки выкопать либо пойти трахнуться с кем-нибудь как это связано с процессом насыщения организма картошка просто в смысле я не понял вопроса самого вот для того чтобы вам поесть у вас есть две возможности пойти выкопать картошки либо пойти с кем-нибудь потрахаться вы можете сделать одно либо второе что более естественное не понял вот я понял картошку проституции а там что сделать надо вот для того чтобы вам покушать вот вы встали утром покушать захотели захотели покушать и для того чтобы вам покушать вы можете либо пойти на огород выкопать картошки либо пойти с кем-нибудь потрахаться взять за это деньги пойти в магазин и купить картошку какая схема более естественная ну это же опять если у человека нет денег при чем здесь деньги вот давайте вот вы в одном случае руки засовываете в землю вытаскиваете оттуда картошку да а в другом случае идете у кого-то пищу берете в рот себе засовываете просто понимаете вы предлагаете такую альтернативу которая ну я не знаю просто как бы ну вот я думал что чисто с экономической если у человека нет денег то он каким будет заниматься если есть все нормально да вот это не связано с деньгами вот если у вас нету денег вы можете картошку копать вот нету денег вы можете на работу пойти ну да и получать деньги достаточные для пропитания ну да а если вам вот между полушария и мозга засунули какашку и сказали что вам недостаточно просто денег на пропитание вам надо денег до хрена ваши запросы должны быть как у мерседеса и работает быдло вообще если что вот вам вот таких какашек голову навтыкали вот они торчат у вас естественно тогда вы уже не идете работать вы идете проституцией заниматься проституцией ну да ну понятно мысль проституцией а с наркотиками тоже как бы я думаю что это по любому деградуция да ну естественно вы воруете время у мозга вы украли время ну как как украл так украли вот у вас есть время когда вы управляете своим организмом и можете совершать какие-то рациональные действия для обеспечения жизнедеятельности организма и выполнения основных задач таких как продолжение рода и обеспечение потомства большими шансами на выживание вас допустим на это уходит 8 часов в сутки из них чистых 3 допустим часа остальное время вы галдите с кем-нибудь о чем-нибудь теперь представьте что вы из этих 3 часов 2,5 часа потратили на приход кайф и ступор и тратите их регулярно вы уменьшили возможность вашего функционирования как организм выполняющий конкретные позаические задачи вы украли время у себя поменьше в и Продолжение следует...